Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Сейчас 90% от доковидного. В месяц перевозчик не получает 10 миллионов рублей. Отметил Пырлок также то, что компания вынуждена работать в полном объеме, не сокращая количество рейсов. Хотя пассажиропоток упал. И в таком режиме АТП работало и весной, и летом, когда многие кировчане находились на самоизоляции и избегали перемещений. Это решение властей подкосило экономику предприятия, говорит Пырлок. Программа Экономика. Маткапитал предложили направлять на газовое оборудование. Идею выдвинул губернатор на совещание «Единой России» по вопросам газификации страны. Деньги Игорь Васильев считает возможным направлять на покупку и монтаж внутридомового газового оборудования. Не исключено, что предложение будет доведено до зампреда правительства России Александра Новака, министров энергетики, экономического развития, глав Газпрома и Роснефти, которые входят в рабочую группу по подготовке Президиума Госсовета по развитию систем газоснабжения. Оно запланировано на март. В преддверии его и проводилось заседание, на котором выступил со своей инициативой Васильев. Коллекторов оштрафовали за звонки Кировчанину. С жалобой обратился в службу судебных приставов гражданин, от которого требовали заплатить долги за неизвестного ему человека. Звонки продолжались три месяца, хотя коллекторам было сказано, что абонент, к которому они звонят, с должником не знаком. Коллекторская организация оштрафована на 200 тысяч. Она не имела оснований для осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности и допустила разглашение сведений о должнике потерпевшему, пояснили в службе судебных приставов. Постановление по делу об административном правонарушении вступило в законную силу. Экономика. В завершении о валютах на сегодня доллар 74,44 евро 90 рублей 37 копеек. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ. Продолжение следует... Продолжение следует...